Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Михаила Эверстов. На календаре 10 марта четверг, и сегодняшний наш выпуск мы посвятим самым разным темам. Так, в ближайшие 15 минут мы поговорим о республиканском конкурсе чтецов на английском языке среди детей, а позже побеседуем о здоровье, в частности, о здоровье почек. Так что, если у вас есть вопросы по этим темам, смело звоните нам в студию и задавайте их. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире, и наш телефон в студии прежний – 320066-321166. И, конечно, вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp номеру 8-411-232-0066. Итак, мы рады сообщить вам, что идёт приём заявок на республиканский конкурс чтецов на английском языке среди детей от 4 лет по 4 класс, который проводится уже в четвёртый раз. Как правильно следует оформлять заявку, до какого числа это можно сделать. И, собственно, о самом конкурсе сегодня нам расскажут его организаторы. Это Татьяна Конешникова, учредитель группы компании «Статус», и Павел Сивцев, старший методист Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Добрый день. Итак, вот я говорю, идёт приём заявок. До какого числа можно будет нашим слушателям, телезрителям отправить заявку на участие в этом конкурсе? Ну, наш конкурс проводится в два этапа. Это у нас первый этап, у нас началась с 11 февраля по 18 марта будет включительно. И потом будут работать наши как бы жюри с 19 по 26 марта. А потом уже начнётся второй этап, 27 марта. Это уже будет проверка финалистов. Ага, ну, то есть, получается, осталась неделя, да, чтобы успеть подать заявку. А как правильно её оформлять, заявку, и куда следует отправлять? Ну, по заявкам можно отправлять по телефону, также принимаемые заявки. Ну, можете записать телефон, да, 8-914-101-88-55. Там принимаются не только звонки, но и можно послать вот это по WhatsApp. Сообщение отправить, да? Да, сообщение отправить. Также мы принимаем заявки по Google ссылке, но Google ссылка сейчас мы не можем показать. Ну, опять же, можно позвонить по телефону и узнать, да? Также можно на Instagram страницу, да, нашу зайти. Как называется страничка? Kids Like English. Так и называется. А вот как-то нужно её правильно оформлять, эту заявку на участие? Или достаточно вот позвонить, или по WhatsApp отправить сообщение, например, там, Ваня Иванов, 4 класс? Ну, примерно, по самым простым способам можно просто вот так назвать фамилию, имя, отчество, там, руководителя назвать, и вот это видео отправить. Но главное, чтобы там у нас продолжительность была, да, Сатьяна? Самое главное, там всё просто, как сказал Павел, нажимаете на ссылочку, которая есть в нашей Instagram странице, и выходят прямо вопросы, на которые нужно ответить, и всё. Там фамилия, имя ребёнка, возраст, фамилия учителя или мамы, да, руководитель, кто с кем он учит это стихотворение, и контактные данные, электронная почта, контактный телефон родителей, всё. Конкурс чтецов, получается, ещё и причём на английском языке, да? Получается, это должно быть стихотворение на английском языке? Конечно. Я правильно понимаю? Да, это получается у нас стихотворение, хоть любое произведение, если на только, но условие такое обязательное, чтобы оно было именно на английском языке. И важное условие у нас до одной минуты. Видео, стихотворение до одной минуты. Ага. А можно не стихотворение, а, допустим, рассказ про себя, но на английском языке? Ну, если вот вы ложитесь в одну минуту, пожалуйста. Нет, к сожалению, нельзя. Почему? Потому что в первый этап мы принимаем только стихотворение уже четвёртый год, а во втором этапе, в финале уже дети вот именно рассказывают о себе, как бы самопрезентация, визитка себя на английском языке и почему я люблю английский язык. Ага. Ну, давайте всё-таки теперь уже про конкурс, да, по каким критериям будут отбираться победители? Вот я так понимаю, что всё-таки два этапа, да? Во второй этап проходят ребята, которые прошли первый, да? Да. Вот как это всё будет происходить? Схема, пожалуйста, можете рассказать? Ну, Татьяна расскажет, да? Да, ну, смотрите, вообще количество детей в первом этапе отбираются, жюри всех прослушивает, видео просматривает, ставит по десятибальной шкале баллы, по критериям артистизм, знание правильное произношение, знание текста, все критерии, по всем критериям. И потом по балльной системе выбираются самые лучшие 50 финалистов. То есть первая возрастная категория с 4 до 7 лет – это 25 детей, и 25 финалистов с 8 до 11 лет. То есть начальная школа. А почему, кстати, такой вот возраст вы решили взять? Почему не дети постарше? Ну, в самом названии же есть «Китс», наши маленькие, наши детишки, чтобы они были более-менее... Ну, с детства начали вот это как бы... Изучать английский язык. Если идти к истории, то я хотела бы добавить, что именно мы хотим, чтобы быть маленькие, знали английский, и потому что нет по всей России подобного конкурса, особенно в Якутии. Это первый конкурс. Не только по Якутии, но даже по региону такого же не было. По России. По России такого конкурса нет. Этот конкурс проводится уже в четвертый раз. Получается, он был создан в 18-м или 17-м году, да? Да, да. Кто был инициатор этого конкурса? Расскажите об истории вообще. История конкурса вообще, конечно, у нас такая интересная. Мы... Вот в нашей группе компании «Статус» есть Международная детская академия «Фастер-Китс». Она, конечно, американская. Сейчас об этом говорить как бы не весело, да? Но методика обучения английского именно для детей с двух лет. И в 52 странах мира эта франшиза существует и работает более активно. И большее количество филиалов франшиз в Китае, в Америке и Великобритании. Вообще с Великобритании, с Америки началось зарождение данной компании. И мы решили провести конкурс сперва внутри нашей академии детям. А потом подумали, зачем наш преподаватель, Надежда, предложила, давайте проведём городской конкурс. Я знаю, я изучила, говорит, нету ни одного такого конкурса. Но мы говорим, я говорю, ну давайте, я поддержу. И потом мы начали изучать эту тему, и я посмотрела, реально таких конкурсов нет по России. И именно для детей дошкольников и школьников начальных классов. А именно с пятого класса подросткам и старшеклассникам очень много различных олимпиад, различных конкурсов, и песни, и пляски, и всё. А вот у малышей эта возрастная категория именно не задействована. То есть ниша свободная. Ниша свободная. И у них и в этом возрастной категории очень много талантов. А как много вот за четыре года у вас было ребят, участников? Да, вот смотрите, в самый первый год, в 2019 году, когда ещё не было пандемии, у нас был первый этап онлайн, а второй офлайн. То есть приезжали сюда дети, финалисты, и выступали на сцене прямо. Это было в музее «Моя Россия. История». И было 397 участников. Самое большое количество в первый год было. Во второй год у нас было 258 участников. И в третьем году, в прошлом году, в 21-м, получается, у нас было 197 участников. Но так как количество уменьшается, качество подаваемых заявок, оно заметно улучшилось. — Интересно, а что вот декламируют ребята? Что вы запомнили? Может быть, какие-то стихотворения чаще всего и больше всего любят ребята, и получается, что вот одни стихотворения декламируют разные дети с разных уголков нашей республики? — На самом деле нету таких вот, знаете, как, например, советские сказки, там советские стихотворения такие вот на слух все повторяющиеся. Таких в английском языке как бы их мало. Поэтому дети разного уровня, но, как сказали наши преподаватели, что подобрать ребенку, особенно в 4-5 лет, достаточно сложно при стихотворении, чтобы он запомнил, плюс хорошо произносил, плюс еще и артистично выступал. — А, еще и это. — Ну, как сказала Татьяна, с каждым годом все улучшается, вот это вот… — Качество. — Качество улучшается. И сами дети как бы подтягиваются, и сами как бы руководители уже поняли, что такой конкурс как бы чуть-чуть востребован не стал уже. И из-за этого качество воли у вас все хорошее, что… — Намного лучше, к чему стремиться. — Да. — Ну, сравнивая предыдущие годы, да. А расскажите о членах жюри, вот кто они, кто вот принимает решение, кто станет победителем, а кто не победителем. — Ну, вообще у нас жюри ежегодно меняется, мы стараемся состав менять. Это по два человека с компанией, которые организаторы, вот с юных, югутян. — С нас два человека, мы дойдем. — Да. — Репетиторский центр «Ньютон», «Фастера Китс». То есть, кроме этого, мы независимые еще члены жюри приглашаем. В прошлом году у нас была, например, Скорбекин Руслан Юрьевич, два года был подряд, да, ну, вы все его знаете прекрасно, да. Он переводил «Ланхо» с якутского на английский. В этом году, к сожалению, он заболел, поэтому... Это мой учитель, мы еще в школе, вот. И много очень таких именитых людей, они смотрят сами видео онлайн, мы им направляем ссылку, и они дома смотрят или на работе эти все видео просматривают, ставят баллы. И получается, даже онлайн, так как каждый дома в своей точке баллы проставляет, получается независимо. Они не... — Контактируют друг с другом? — Они не контактируют друг с другом. Это даже более независимое, получается, заключение. — Более объективное. — Объективное, как бы, заключение. Потому что в первый год, когда финалистов даже, ну, как бы, итоги подводили, все равно влияние, например, более влиятельного человека влияет его мнение на остальных членов жюри. — Как бы прислушиваются. — Прислушиваются, да. А тут, получается, очень объективное решение жюри. — С одной стороны, еще то, что у нас вот этот карантин ввели, тоже как бы нам плюс, потому что как бы у нас заочный конкурс, дети могут дома сидеть и... — Не прилетать сюда, да. — Да, не прилетать. — А это удобно? — Это очень удобно. — Да. — Потому что в первый год у нас были финалисты с Мирного, со Средниколымска, с Тикси, и некоторые не смогли прилететь, потому что один только перелет, например, Средниколымск-Якутск, там около 30 тысяч, и плюс это, ну, как бы, самолеты не летают непостоянно. — В этом году сколько примерно участников вы ждете, и какую географию вы планируете вот охватить? — Ну, мы сейчас хотели бы охватить всю республику. — В том числе и северные, наверное. — Да, и северные улицы тоже в первую очередь, как бы, да. Но еще желают, у нас еще выходили из Дальнего Востока, желают участвовать в нашем конкурсе, но мы, к сожалению, не отказались, сказали, что пока это только наш республиканский проект. — Да, поэтому мы совместно с юными макетянами в следующем году планируем на пятилетие этот конкурс сделать всероссийским. — Ой, как здорово! — Так что будем очень рады. — Ну, сейчас ждем заявки, ждем. — Ну, к концу, пока, сколько у нас сейчас заявок? — Сейчас у нас около 50 заявок. — Да, пока есть, но... — Надеемся, что наши детишки готовятся, и с удовольствием нам подойдут свои сектора. — Давайте напомним, до какого числа можно подать заявки до 18 марта и по какому телефону следует звонить. — Еще раз напоминаю, номер телефона 8-914-101-82-85-55. Звонки и по WhatsApp можно по этому номеру. — Так что, дорогие друзья, звоните по этому номеру или отправляйте сообщения, опять же, по этому номеру и отправляйте свои заявки на участие в республиканском конкурсе чтецов на английском языке среди детей от 4-х лет до 4-го класса. Это по 11 лет получается. Что ж, огромное спасибо вам за участие. — Добрый день, дорогие друзья! Программа «Якутск. Сегодня» продолжает свою работу. На календаре 10 марта и сегодня во всем мире отмечается день борьбы с заболеваниями почек. Более подробно об этом дне и о заболеваниях почек сегодня в нашей студии расскажет Евгения Унарова, главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения Якутии, врач-нефролог Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. Здравствуйте, Евгения Николаевна! — Здравствуйте! — Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы специалисту-нефрологу. Телефон студии прежний — 320066-321166. И также, конечно, вы можете задавать вопросы по WhatsApp-номеру. Напомню, цифры 8-411-232-0066. Евгения Николаевна, расскажите вкратце об этом дне. Что за день, когда он был введен? Почему вот об этом нужно знать и помнить? — Всемирный день почки отмечается во всем мире во второй четверг марта, начиная с 2006 года. Это глобальная информационная просветительская кампания, которая придумана международным сообществом нефрологов, международными почечными фондами разных стран, которая направлена на повышение осведомленности всех населения, о важности, о функции, о важности почек, наших почек для поддержания здоровья, нашего здоровья. И каждый год выбирается актуальная тема этого дня. Были темы этого дня, посвященные здоровью почек у женщин, ну, каждый год, у пожилых людей, у детей. Ну, вот каждый год. В прошлом году был день, который посвящен, назывался «Здоровая жизнь с заболеваниями почек». Она была направлена на улучшение, опять же, информации, на выявление лечения больных, которые уже имеют болезнь почек. В этом году тема дня почки называется «Здоровые почки для всех. Расширить знания и повысить грамотность в вопросах здоровья». И очень большой акцент, и то, что действительно такая актуальная проблема, что действительно нужно повысить грамотность в вопросах здоровья. И каждый год мы обращались, ну, большей частью к пациентам. А в этом году вот эта тема и вопрос дня направлены большей частью на медицинских работников и на организаторов здравоохранения. А почему? Почему? Потому что каждый год мы говорим, говорим, ну, сотни мероприятий по всему миру, в нашей стране мы проводим. Мы говорим врачам, да, и мы говорим пациентам одно и то же, можно так сказать, да, что на самом-то деле осведомленность и грамотность, она повысилась. Но все равно недостаточно. Поэтому вот Международное сообщество нефрологов придумало, что, а может быть, нужно сделать обратную связь, нужно услышать пациентов. Почему количество больных увеличивается? Может быть, нам надо услышать пациентов, чтобы... Что нам нужно сделать для того, чтобы улучшить, да, и диагностику, и лечение, и профилактику. И этот год, на самом-то деле, очень важная и очень хорошая тема этого дня, в этом году. Потому что большинство людей, вообще большинство людей не знает не только о функции почек, да, а большинство даже не знает, где они расположены. Действительно, и не знают, что они могут болеть, не могут угадать, когда вот они могут болеть, да. Вот говорят же, что почки не болят. А вот как узнать, что есть проблемы у человека с почками? На какие симптомы следует обратить внимание? Да, очень хороший вопрос, потому что почки действительно считаются не мой орган. Вот есть больные с настоящими болезнями почек, но почки у них не болят. Вообще болезни почек делятся на две большие категории, скажем так, да, две большие группы. Это, собственно, болезни почек и болезни почек, которые вызваны другими заболеваниями. И сейчас и эти болезни, да, вот, собственно, болезни почек, это как голомеролы, нефриты, это врожденные, это с этим все понятно. А очень большой, вот, половина больных с болезнями почек, это больные со вторичными нефропатиями. То есть больные, заболевания почек вследствие, допустим, сахарного диабета, гипертонической болезни, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, да, неправильный образ жизни. Сейчас вот половина больных, терминальных больных, которые у нас находятся на заместительной почечной терапии, 50% больных — это вторичные нефропатии. А вторичные нефропатии, сахарные диабеты, больные с сахарным диабетом с артериальной гипертонией, они к нефрологу, к сожалению, обращаются очень поздно. Вот каждому больному с сахарным диабетом никогда не представишь, вот, отдельно нефролога, да. Поэтому, вот, не мой орган, вот, проблема есть, почки не болят. Вот что делать? Действительно сдавать анализы. А какие анализы надо сдавать? Вот парадокс в том, что для того, чтобы увидеть, есть ли проблема у человека с почками, не нужно никаких больших исследований, ни компьютерных, ни МРТ, каких-то сложных анализов. Это анализы, которые делаются в любой лаборатории, в любой улусной больнице, может быть, какой-нибудь там… Любая поликлиника, да? Любая поликлиника, да. Это общий анализ мочи, биохимический анализ, где должен быть определение креатинина и мочевины. И очень хорошо будет, если есть УЗИ почек, ультразвуковое исследование. Этого достаточно уже? Этого достаточно, чтобы заподозрить. А внешние какие-нибудь признаки? Может быть, отёчность на лице? Тоже как-то вот уже служит сигналом обратиться к нефрологу? Ну, конечно, есть отёки. Это, конечно, нужно бежать не только к нефрологу, не обязательно сразу бежать, искать нефролога. Обязательно, да, обратиться к своему врачу и сдать вот эти простые анализы. Потому что, ну, так называемые и гипертония, и отёки, они же могут быть не обязательно связаны, да, не обязательно связаны с заболеванием почек, да. И там и сердечно-сосудистые, и другие болезни. Поэтому в первую очередь сдать анализ. Сдать анализ – это очень простые анализы. Они недорогие. Любой человек, даже платно сдать, да. Я считаю, что это для своего здоровья. Ну, это совершенно такой небольшой шаг. И вот я говорю, что парадокс, что почему пропускается, почему больные поздно обращаются, когда методы диагностики наши совершенно простые. А вот некоторые врачи, терапевты, да, постукивают по пояснице вот руками, да. Вот для чего это они делают? Они таким образом хотят выявить, почки болят или нет, или вот это для других целей? Вот постукивают по пояснице. Обычно это входит вот в общее обследование, ну, первичный осмотр пациента, да. Мы должны простучать, если там болит. А если болит? Нет, обычно это бывает болезненность только при, если там есть, ну, допустим, камень там, или воспалительный процесс, да. Действительно, там можно потом дальше дифференцировать. Дальше надо обследовать, почему болит, да. Но это бывает не всегда. Не всегда, абсолютно не всегда. А цвет мочи может как-то тоже показать, что вот, ну, хотя бы сам человек, пациент сдаёт мочу и видит, что он, допустим, слишком тёмный. Это, значит, уже нездоровое, да? Вот это вот пациент сдаёт мочу, и если он сдал мочу, такую мочу, это мы обязательно увидим и поймаем. А очень часто бывает, что человек видит, что у него, допустим, тёмная моча. Главное, ничего не болит. Красная моча. Один день. И вот один-два раза было, и прошло, но ничего не беспокоит. Такие пациенты вообще не обращают, особенно молодёжь. Вот прошло и прошло, вот они заметили, ну, ничего же не болит, и о них не приходит. А вот грамотность, что они должны бежать, обязательно бежать к врачу, когда они заметили изменение цвета мочи, мутная моча, красная моча, тёмного цвета моча, они должны обязательно обратиться к врачу. Не обязательно сразу, опять же, я говорю, что да. Если они дойдут до терапевта, терапевт обязательно должен направить специалисту. Вот вы говорили в самом начале, да, что некоторые органы могут, да, пострадать из-за нарушения работы почек. А вот какие именно органы, да, и почему от почек так многое зависит? Потому что основная, вот функция почек, это не только в введении, ну, вообще основная функция почек, это очищение крови, выведение токсинов, продуктов жизнедеятельности, лишней воды, излишков солей, да, из организма. Ну, так называемые, можно даже сказать, что по-простому говорят шлаков. Ну, пусть будут шлаки. Выведение, значит, если происходит сбой в работе почек, происходит вот сбой в работе всех систем организма, потому что если будет задержка мочи, повышение давления, повышение давления увеличивает за собой нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если сердце плохо работает, тяжело работает, страдают все органы, потому что сердце мотор, он отвечает за кровообращение всех, не только там, только сердце, но головной мозг, все органы, которые получают кровоснабжение от сердца. Поэтому, если есть заболевание сердца больное, то не может быть здоровых почек. И наоборот, если почки больные, то не может быть здорового сердца. Вот такое, это называется кардиоренальный континуум. Вот такое соединение, да, органы влияют друг на друга. Угу. Вот. А вот вы говорили, что за последние годы количество пациентов больных с почками, да, увеличилось. Вот с чем это связано? Что мы делаем не так в обычной повседневной жизни, что вот заболевание больше становится? Да. И вот эта тема, да, что увеличение количества больных, почечных больных, да, заболеваний почек, терминальных почек, которые требуют вот дорогостоящих методов лечения, оно увеличивается не только у нас, это вообще парадокс, даже вот страны с высоким доходом, да, с доходом, который здравоохранение, ну, никак не хуже, чем у нас, да, тоже. Там у них даже количество больных даже больше. Это глобальная тема, глобальная тема. Поэтому в этом году действительно задумались, почему так. Я считаю, что, ну, вообще считается общепринято, что увеличилось действительно количество вторичных нефропатий. Очень много больных. Растет количество больных с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, старение населения, да, пожилые пациенты с этими заболеваниями, они действительно доживают до, вот, допустим, до заместительной почечной терапии. Это хорошо, что у них удлиняется жизнь, но растет количество таких, она растет во всем мире. Поэтому в этом году действительно, что акцент немножко поменялся. Что мы делаем не так, это признано пробелы. Это вот прямо так написано в этом специальной статье, посвященной именно этому году. Почему? Что мы не так делаем? И что мы должны сделать для того, чтобы... Изменить эту ситуацию. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете звонить нам в студию, задавать вопросы специалисту-нефрологу. Если у вас заболевание почек, то смело звоните или отправляйте сообщение на наш WhatsApp-номер. Сейчас реклама, через несколько мгновений мы вернемся и продолжим беседу. Добрый день. Программа «Якутск. Сегодня» продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о заболеваниях почек. В студии главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения Якутии Евгения Унарова. Мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы, либо отправляйте вопросы по нашему WhatsApp-номеру. Евгения Николаевна, а вот как вы думаете, как можно улучшить ситуацию, чтобы наши якутяне, особенно те, кто живет вдалеке от города, вовремя обращались хотя бы к терапевту, если у них какие-то подозрения? Есть так называемая группа риска. Кто должен в первую очередь обратить внимание на здоровье своих почек? Кто должен? Это в первую очередь, как я сказала, это больные с сахарным диабетом, в которых поражение почек происходит в 50% случаев обязательно. Есть риски поражения. Это все гипертоники, все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые думают, что у них только гипертония, только диабет, только сердце, атеросклероз, что-то пожилой возраст, выше 65 лет, больные с ожирением. Есть пациенты, ну, как казалось бы, здоровые, но вот бывает, что известно, что это какие-то врожденные аномалии, недоношенные, особенно дети, и семейный анамнез. Кто имеет семейный анамнез, то есть имеют близких родственников или имели близких родственников, которые имели почечное заболевание. Эти пациенты, это группа пациентов, это группа риска, они должны обязательно, обязательно, как только почти что, как только установлен диагноз, обязательно следить за функцией своих почек. Но ответственность за это, конечно, возлагается на медицинских работников. Пациент может быть действительно, ничего не болит пока, почки никогда вот так вот, если бы почки болели вот так вот сильно, пациент бы пошел, куда деваться, обратился бы, а они не обращаются, потому что почки не болят. И эта группа риска, она должна обязательно, в первую очередь, быть на наблюдении, и обязательно сдавать, даже если ничего не беспокоит. Есть вот уже разработанные, разработанные у нас рекомендации, да, как следить за этим. Но насчет доступности в УЛУСах, я опять же говорю, что для этого не нужно каких-нибудь куда-то ехать, обязательно дорогостоящие. Все просто? Да. Общий анализ мочи? Да. Общий анализ мочи, биохимический анализ мочи, общий анализ крови, если будет просто прекрасно, если у УЗИ почек будет тоже прекрасно. А скажите, вот как ковид повлиял на работу почек? Да, ковид. Вообще, вот прошло первый год, никаких вот результатов. Вообще сложно было говорить, это же не изучено, новое заболевание, вообще никто не знал во всем мире, куда, что действует. Но сейчас мы уже, вот по прошествии, особенно 21 год этот прошел, есть уже данные, что при ковиде 30% больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, протекали с нефропатией. Той или иной степени, не обязательно все с тяжелой степени, но выявлялись изменения в анализах. Белок появлялся в моче, изменение вот клеточного, вот мочевого осадка. Хорошо, что они прошли, но 30% установлено, больных перенесшихся ковид, они перенесли ту или иную степень и нефропатию. А есть сейчас пациенты, которые именно, вот эта вот нефропатия превратилась в заболевание, как гламирование нефрит, как поражение почек при аутоиммунных поражениях, следствие ковида. Такие пациенты есть, и их количество, к сожалению, увеличилось. Их количество увеличилось, да. Так, у нас есть ватсап вопрос, слушатели и телезрители спрашивают, что такое полинефрит почек и как лечить? Ну, это, скорее всего, пиелонефрит. Пиелонефрит, скажите, да. Пиелонефрит, да. Да, пиелонефрит, наверное, хотели спросить. Пиелонефрит – это бактериально-воспалительное заболевание почек, которое вызвано бактериями, микроорганизмами. И пиелонефрит, конечно, это излечимое заболевание почек. Если грамотно лечить, вовремя обратиться, это излечимое заболевание почек. Оно лечится антибактериальными препаратами, может один курс, второй. Всё зависит от тяжести пиелонефрита. Ещё вопрос. Помогает ли уринотерапия? Как вы к этому относитесь? Нет, я к этому никак не отношусь. Уринотерапия не помогает. Да, а вообще вот какая связь существует между артериальной гипертонией и заболеванием почек? Объясните, пожалуйста. Вот это прямая связь. Гипертоническая болезнь почек и нефропатия – это имеет прямую связь, потому что артериальная гипертония – это повышенное давление, да. А почки – такой мудрый, хороший орган, что до поры до времени вот внутрипочечное кровообращение, кровоток, устроен гемодинамика таким образом, что вот это большое давление не влияет на почки, но со временем вот этот механизм нарушается и обязательно развивается осложнение гипертонической болезни, которая называется гипертонический нефроангоисклероз. И вот ровно так же, что давление в почках повышается, и нарушается работа почек, которая может привести к почечной недостаточности, вот к потере функции почек. А есть, кстати говоря, некоторые лекарственные препараты, которые, кстати, бывало, что рекомендовали при заболевании вот коронавирусной инфекцией, да, в начале вот всего, да, два года назад, которые влияли на работу почек и печени, да, вот вообще какие лекарственные препараты следует принимать, чтобы вот избежать вот этого всего? Варина, это очень хороший вопрос, очень хороший вопрос, потому что сейчас не только при коронавирусной инфекции, да, и вообще люди открывают вот интернет и вот начинают сами лечиться. Что-то болит, люди не терпят, надо куда-то бежать, тут же хватают обезболивающие, да, бесконтрольно детям своим дают, да. Вот это очень опасная, опасная тенденция, и вообще опасно принимать лекарства бесконтрольно. Такие, вот при коронавирусной инфекции, конечно, там тяжелая группа препаратов, да, действительно, но все препараты должны назначаться с учетом существующей вот функции почек. Если функция почек, она немножко снижена, какое-то нарушение, все дозы должны пересматриваться. Это должен считать врач. Лечащий врач всегда, всегда, не так вот, как всем, по одной таблетке три раза, нет. Все должно считаться на функциональное состояние почек. Ну, даже аспирин, да, обычный может тоже повлиять, да, на работу почек? Все лекарства вредные, все лекарства, если не соблюдать действительно дозировки, которые назначает врач. И врач должен, обязан, грамотно назначить, обязан просто. А как предупредить развитие хронических заболеваний почек? В чем заключается профилактика? Вообще профилактика. Ну, больные это, вот мы уже поговорили, больные это, и понятно, больные должны лечить свое заболевание, наблюдаться. А общие, здоровые люди, да, что влияет на здоровье почек? Естественно, это понятно, да, все говорят, что надо не употреблять алкоголь, ну, хотя бы не злоупотреблять, курение очень влияет, да, питание, наше питание, вот оно изменилось, очень много консервантов, красителей, да, соль, наверное, вот соленая пища, вот курение, ожирение, обязательно надо следить за своим весом, обязательно надо следить, потому что это уже доказано, что люди с лишним весом находятся в высокой группе риска в отношении развития заболевания почек. У нас в студии есть звонок, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, задавайте вопрос. Миронов Валентин Павлович, 85 лет, очень приятно. Ведет перегруппы с левой и статистика, информатор, вопрос именно пожелания врачу и работе врачам. Вот анализ крови и мочи, первая информация, которая, главное, нужна и врачу, и мне, как больному. Как вот это организовать, чтобы анализ крови и мочи была регулярна и доступна информация и больному, и врачу. Вот такое у меня пожелание, как чтобы не было проблем. Любая информация нужна. Ну вот, поняли для меня смысл. Информация. Спасибо вам за звонок. Да, смысл понятен. Конечно, вот 85 лет, скорее всего, есть какие-то заболевания, да, и, ну, понятно, что такие пациенты, они должны время от времени, да, находиться на диспансерном учете, тем более говорить, что слепой же он, да, плохо видит или вообще не видит. Конечно, вследствие какого-то заболевания. И то, что поликлиника, ну, насколько я знаю, они регулярно наблюдаются, но просто, видимо, надо информировать пациента, не только взять, вот посмотреть, а позвонить, объяснить человеку, да, позвонить, что успокоить, в конце концов, вот, да, что у вас анализы такие-то, никаких вот нарушений нет. Вот тогда, вот про это говорит пациент, мне кажется. Евгения Николаевна, вот вы сказали, что консерванты, соль, конечно, могут, да, пагубно повлиять на работу почек. А насчет воды, жидкости, как много надо ее пить? Потому что многие же говорят, надо 2 литра в сутки пить. Правда ли это? Вот, да, вот было какой-то винин, обязательно вот 2 литра, чем больше, тем лучше. Нет такого, чем больше, тем лучше. Но, за счет чистой воды, мы говорим, что просто чистая вода, без никаких, ни соки, ничего, но хотя бы литр. А потом у вас, у вас есть чай, да, может кофе, если кому, вот можно кофе пить, да, чай, кофе, и желательно, вот где-то литр, тогда получается, где-то полтора литра в день. Жидкости. Да. Но если у человека, есть потребность такая, много спортивная, да, вот, можно до 2 литра, конечно. Если есть потребность. Что ж, огромное спасибо вам за полезную беседу, всего вам доброго, и до свидания, дорогие друзья. Спасибо. Всего вам доброго, до свидания. В студии работала Ларина Сукоева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова